МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сегодня расскажем про строительство другого моста, который должен соединить два берега Сожа у Славгорода. Репортаж Илона Иванова. Жители Славгорода еще с давних времен мечтали про мост, который надежно свяжет берега реки Сож. На правом райцентр, на левом 8 деревень и памятник природы Голубая Крыница. Летом и в межсезонье за реку можно попасть по понтонному мосту, а вот зимой только в объезд через два района – Чериковский и Краснопольский, 120 километров, часа два дороги. Итак, строительство моста стартовало этой осенью. Его ведут мостостроители Сминской области и строительные организации Могилевщины. Полсотни человек, два десятка единиц техники. Планируется за зиму поставить все сваи и по большой воде с помощью речного транспорта доставить из города Кричево металлоконструкции для этого моста. Только по большой воде можно доставить конструкции, вес которых до 240 тонн. Но это будет весной, пока строительство разворачивается. Славгородские власти прежде всего видят в новом мосту возможности для социально-экономического развития района. На левом берегу пойменная луга и 6 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Конечно, эта артерия, дорожная артерия, даст возможность и развитию сельского хозяйства. Но развитие туризма связано с Голубой Крыницей. Тем более. Голубую Крыницу теперь можно будет увидеть и зимой. Правда, говорят, что частичная отрезанность от мира позволила этим местам сохранить свою уникальную экосистему. Но все же новый мост даст и новое дыхание сельской жизни. Лодка – нужный атрибут быта деревни Дубна, которая расположена в 12 километрах от районного центра. Понтонный мост выручает жителей до больших холодов, но нормальной зимой эти километры просто непреодолимы. Не выехать, не скорую, автолавку – проблема. Вот. Ну, вообще, не то, что как отшельники, как на острове. Здесь проживает порядка 60 человек, и две семьи имеют несовершеннолетних детей. Еще буквально в прошлом, в 2015 году, был организован подвоз детей к Краснопольский район, что районному бюджету походилось в месяц 15 миллионов старыми деньгами. А еще почистить дороги от снега, обеспечить людей медикаментами, продуктами питания и так далее и тому подобное. Именно поэтому местные жители уже прозвали новый мост – дорогой жизни. Ну что, зимой не добраться сюда. Понтона нету – сяди. А друг, надо сюда приехать. Интересно, что моста еще нет, но активность на левобережье Сажа уже почувствовали. Люди начали вступать в наследство, чтобы стать собственниками родительских домов на этой стороне. Предприимчивые люди тоже действуют. И в настоящее время оформляются документы для того, чтобы человек хочет здесь создать агроусадьбу. Это, несомненно, даст толчок для развития данных территорий. Вместе с новым мостом построят и автодорогу к Голубой Крынице около 7 километров. Кроме того, это еще и прямое направление в Россию до Брянщины – менее сотни километров. А протяженность нового моста будет 500 метров. Ожидается, что он заработает в 2019 году.